Друзья, добрый день! Сегодня 20 октября, Ялта, тепло, и я решила в этот прекрасный день прогуляться по имению Харакс. К тому же завтра у меня будет проходить здесь групповая экскурсия. Раз уж погода замечательная, здесь практически никого нет, очень тихо, я решила записать для вас небольшую видеоэкскурсию, чтобы вы почувствовали атмосферу этого места. Потрясающие старинные можжевельники. Я вдыхаю фитонциды и хочу вас окунуть в историю этого места. В начале 20-го столетия здесь обустраивается имение великого князя Георгия Михайловича Романова. Это был дядя императора Николая II. По традиции, Романовы еще со времен Николая I начали строить на южном берегу Крыма дворцы. В 1861 году Александр II освободитель подарил своей супруге Левадию, и с тех пор Романовы стали регулярно приезжать на отдых в Крым. В 1900-е годы великий князь Георгий Михайлович, сын наместника царя на Кавказе, решил обустроить и свое имение, по которому мы с вами сейчас идем. За 9 лет, долго достаточно, потому что здесь каменистая почва, было отсутствие воды, пока не купили у местных татар источник. За 9 лет ялтинский зодчий Николай Петрович Краснов здесь возвел целый комплекс имения Харакс. Это дворец, это дома для свиты, служебные постройки, это храм святой Нины. И часть этих построек сохранилась до наших дней. Чуть дальше я вам их обязательно покажу. Сейчас я нахожусь в потрясающе красивом месте, откуда открывается невероятный такой средиземноморский пейзаж на море. Рядом находится мыс Айтадор, который уходит в море. Здесь очень чистая вода, всегда потрясающе красивый, яркий цвет моря, такой лазурный. Подо мной обрывистые скалы, там же можно увидеть опунцию, фисташку, кипарисы, старинные дубы. Запах невероятный. Это нужно, конечно, увидеть своими глазами, почувствовать ароматы, подойти сюда, чтобы полюбоваться всем. И я вас направляю пройти со мной на видовую беседку, откуда видно маяк 1830-х годов. Какая красота! Октябрь месяц, а у нас на солнце больше, чем плюс 20. Вдали, если присмотреться, можно увидеть гору Божьего в Симе-Изе. Здесь красивейшие путься скалы, море, тишина. Никого, кроме нас с вами. А с другой стороны, давайте немножко покрутимся. Маяк 1830-х годов. Но, к сожалению, туда пройти нельзя. Эта территория закрытая, пограничная служба. Можно полюбоваться только с этой площадки. Смотрите, какая красота! Здесь котики один краше другого. И все такие холененькие, их кормят, любят. Да, киса? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну, лимонцев, потому что она уже поела. Да, кисонька? Работать не согласна на сытый желудок. Красотка! Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. А мы идем дальше ко дворцу Харакс. А сейчас мы с вами подходим наконец-таки к главному зданию. Это дворец Харакс в стиле шотландского шале. Находится он на территории санатория Днепр. Попасть сюда можно свободно, главное взять с собой удостоверение личности. В этом корпусе теперь тоже санаторий. Вокруг прекрасная парковая территория и старинная можжевеловая роща, часть которой вы уже видели. Николай Петрович Краснов буквально уговорил Марию Георгиевну, супругу великого князя, на шотландское шале. Потому что она была фанатом английского стиля, английской истории, архитектуры. И хотела здесь дворец в стиле Тюдор. Но получилось, посмотрите, как мило. И когда семья великого князя сюда впервые приехала, еще в 7 или 8 году, сказали, что это теперь их любимый дом. И регулярно приезжали сюда вплоть до 1914 года. От дворца недалеко до моря. Здесь потрясающий пляж. Смотрите, какая красивая, плавная, набегающая волной лестница ведет к главному фасаду Харокса. Старинные кедры, кипарисы, тисы ягодные. Конечно, такого красивого парка Глицинии Романовы не увидели. В последний раз семья великого князя Георгия Михайловича прибывает сюда, в Харокс, на отдых в 1904 году весной. Весна 1914 года была очень жаркой. Мария Георгиевна Георгий Михайлович прибывает сюда с двумя дочерями, одной из которых, младших, Ксении, было слишком жарко. И из-за этого у нее обострились проблемы со здоровьем. Поэтому летом было решено на пару недель уехать на лечение в любимую Марии Георгиевной Англию. Они уезжают в июле до начала Первой мировой войны. И тут буквально через несколько дней узнают о том, что началась война. Георгий Михайлович, который остался в России, в Петрограде, просит супругу в Петербурге тогда, просит супругу немедленно вернуться. Но у них не получается. Сообщения прерваны в первые дни и месяцы войны. И они остаются в Англии. Впоследствии там они и остались. А Георгий Михайлович в это время начал военную службу. Он контролировал военную политическую ситуацию на фронтах Первой мировой войны. В 1918 году он супруге писал письма. Благодаря датской миссии они были переданы Марии Георгиевне о том, что семья Николая II, его племянника, была расстреляна в Екатеринбурге, в подвале Патевского дома. В 1919 году сам великий князь Георгий Михайлович и еще несколько его родных были жестоко расстреляны в ответ на убийство Литкнехта и Литкенса в Германии.